Сегодня я хочу поговорить на тему кинофестиваля. Кинофестиваль стал, наверное, чем-то большим, чем просто проектом поддержку Олега Сенцова. Конечно, я очень переживаю о том, что случилось с Олегом, и, конечно, мы должны помнить об этом. Каждый человек, который даёт свой фильм на проект, делает что-то очень доброе и хорошее. И мне очень радостно, потому что очень много людей откликается. И сегодня последний день приёма, дедлайн по заявкам. Я теперь понимаю, что чувствуют организаторы кинофестиваля, когда берут фильмы и какие-то творческие работы. Потому что, будучи сама как кинопродюсер, который снял свои фильмы и подавал на кинофестивале, я понимаю всю тонкость и ответственность, как важно людям признание, как важно людям знать о том, что их работы нужны и интересны. Но мне нравится, что у меня неограниченное количество времени, скажем так, потому что интернет нам даёт возможность посмотреть разные проекты. Но те работы, которые к нам приходят, они особенные. И я уже увидела первый год тенденцию, второй год тенденцию, сейчас третий год тенденцию. Меняется география, меняются темы, что людей волнует. Но что как бы точно не меняется, это то, что работы очень добрые, работы очень хорошие, работы очень интересные. Присоединяются новые члены жюри, уходят другие члены жюри, приходит новая команда, приходят новые люди. С каждым новым человеком он добавляет свою какую-то красивую изюминку в кинофестиваль. И многие друг друга не знают. Конечно, в этот году мы не делаем в Барселоне открытие, но, с другой стороны, я очень рада по концепции, что в этом году мы делаем открытие всё-таки в Украине, потому что здесь моя страна, здесь страна, откуда пришёл, в принципе, к которой относится Олег. Это страна, которая совершенно особенная и очень классная, очень интересная. Мне хочется привнести какой-то европейский стиль, насколько это возможно в моём понимании, как должно быть культурное мероприятие оформлено, организовано. Возможно, у нас не будет таких больших объёмов. Всё-таки это авторский творческий проект. И, наверное, мы говорим об альтернативном кино. Кино, где нету огромных государственных бюджетов. Мы говорим о людях, которые делают кино, потому что им внутренне хочется, и у них есть внутреннее какое-то желание поделиться с миром. Мне приятно, что у нас в этом году принимает участие такая работа «Клип со Львова», в которой собраны интересные работы, рассказывания во время... То есть о Олеге Сенцове. И человек не является профессионалом, но он хочет самовыразиться и как-то помочь в ситуации с Олегом. Также много интересных работ, новых работ. Интересно наблюдать, как члены, ребята, с которыми мы вместе общались, растут, и с каждым годом у них новые работы. Я очень ценю своё сотрудничество с Сирией, с Ираком, с Турцией. То есть у нас будут работы с Сирией, с Ираком, с Турцией. Кинофестивали объединяют людей. Кинофестивали дают возможность посмотреть, что у других. Очень прикольно, очень интересное направление в этом году будет театр. А не традиционное искусство, я уверена. Конечно, фаворитом по количеству у нас будут социальные ролики. Но, наверное, потому что Украина очень социальная страна. Плюс я всё-таки больше общественный деятель. Это у меня в крови. И это то, что мне доставляет максимальное количество удовольствия, когда я что-то делаю. Поэтому, ребята, дедлайн 1 ноября. Мы работы ждём с нетерпением. И готовимся к открытию. Очень хочу, чтобы было всё красиво. Ограниченное количество мест. Поэтому, кто хочет, пожалуйста, пишите мне, звоните. У нас интересные будут очень люди. Я считаю, что классный фильм-открытие, рок-н-болл, тема детского футбола. Сейчас она очень к нам сходится с нашей миссией благодетельного фонда по развитию спорта. И инноваций в сфере спорта и физической культуры. Поэтому мы будем говорить и о таких вещах. Во время выставки, ну, во время открытия будут интересные личности. Из сферы спорта, из сферы кино, из сферы бизнеса. Приезжает продюсер и творческая личность, чилиец, который живёт в Кракове. Мы будем говорить о копродукции. Фильм-открытие копродукции «Украина-Польша». Очень всех ждём. Приготовлены очень интересные призы. Также у нас будет в этом году снова интернет-киношкола. Очень интересные личности поделятся своим опытом. И будет очень классный интернет-кино-питчинг. Ну, до закрытия ещё далеко. Поэтому я вас буду потихоньку информировать. Всё равно в нашей жизни сейчас всё очень меняется. Всё проходит достаточно спонтанно. Ты встречаешь какого-то человека. Вы начинаете вместе вибрировать. И как-то что-то вместе интересное получается. Очень рады всем участникам, которые есть. Интернет нас всех объединяет. Всего вам самого-самого лучшего и самого хорошего. Пока.